Приветствую, дорогой зритель! Новые чеченские средства борьбы с БПЛА, якобы подбитый русский самолет и 80 ликвидированных элитных бойцов. Депутаты в Раде требуют вторжения в Белоруссию малыми группами, а в России предлагают на СВО вместо русских отправить таджиков. Об этом и многом другом в нашем сегодняшнем выпуске. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Итак, в районе Константиновки потерпел крушение русский самолет. Определили принадлежность летательного аппарата по характерным звездам на крыльях. Он, мол, был сбит украинским летчиком. Пользователи социальных сетей и авторы популярных каналов предположили, что уничтожен наш штурмовик Су-25. Но вскоре перемога пошла дальше. Сбитым оказался уже Су-34 стоимостью в 40 миллионов долларов. Однако тут начали звучать и голоса скептиков. Слишком уж легко поражена цель и слишком глубоко над своей территорией. Авторы страны ЮА отметили, что наши самолеты никогда не рисковали залетать в тыл украинца. Впрочем, и тут нашлось объяснение о перемоге. Якобы летчик просто заблудился, либо был взбит своими. Но когда военные эксперты рассмотрели сбитый аппарат, то увидели в нем тяжелый беспилотник-охотник, который по своим габаритам напоминает самолет. Россия вернула в строй тяжелые беспилотники, задача которых – поражать цели в глубоком тылу. Блогер Сергей Колесников констатирует, для этого и нужны такие беспилотники, чтобы сберегать жизни пилотов. А охотников будет еще много, и не только их. Избивать их тоже будут. Байрактары и натовские риперы не дадут соврать. Военный конфликт куда важнее другое. Наши охотники и находцы в полный рост работают на фронте. А тем временем депутат из партии «Слуга народа» Олег Дунда требует открыть второй фронт и атаковать Белоруссию. Таким образом, Киев якобы сможет нанести большой удар по России. Абсолютно важно перенести конфликт не только на территорию Брянска и Курской областей, но и в Беларусь. Я глубоко уверен, зайдя малыми группами, небольшими подразделениями в Беларусь мы обеспечим себе победу. Их армия служит оружие. Это даже неуверенность, это знание, я бы так сказал, сообщает депутат. Это предложение вызвало весьма негативную реакцию в украинском сообществе, передает сторона ЮА. Ему возразили, пишет издание, что ВСУ все это показали уже в Курске. И ничего не изменилось. Дунда же ответил, что это нормальная стратегия России сделать вид, что они этого не замечают. Но мы не должны останавливаться. Ну а что там в Курской области? Похоже, русская армия сильно теснит противника и продолжает напирать на Донбасс. Противник несет огромные потери и отказывается подчиняться своему командованию. Тем временем Россия нашла альтернативу мобилизации. Под Курском наши бойцы отразили контратаку ВСУ у Плехова и в Глушковском районе у Веселого. Но солдаты не сидят в глухой обороне. В поселке Медвежий идут бои, в ходе которых противник оттесняется все ближе к границе. В Донбассе наши штурмовики ведут упорные бои за центр Торецка. Тем временем на Покровском направлении русское наступление не думало останавливаться. Быстро зайдя в Цукурино, бойцы, благодаря слаженной работе артиллерии и пехоты, смогли выбить в ИСУ к западным окраинам населенного пункта. Канал «Синяя борода» сообщает, что наши отряды уже подходят к последнему занятому ВСУ объекту. Поступают оперативные данные, что на птицефабрике Цукурино, где засели наши противники, идут штурмовые мероприятия нашей армии. На Кураховском направлении русские солдаты ведут бои на подступах к Островскому, не давая врагу и шанса на передышку. Также идет активное наступление на Богоявленку, следующий узел обороны ВСУ, в который наши штурмовики планируют ворваться на спинах отступающего врага. Есть серьезные успехи под Купянском, на границе ЛНР и Харьковской области. Об этом пишут даже украинские военные каналы. Русские практически образовали там первый мешок. Следующая цель – создать в нем невыгодные условия для нашей обороны. То есть штурмовыми действиями будет пытаться сужать его. Их военные аналитики фиксируют потенциальное образование еще трех таких мешков. Также стало известно, что на фронт специальной военной операции отправилась первая сотня пулеметов на колесах. Автомобиль разработан в Московском государственном техническом университете имени Баумана, а его производство налажено в этом году на базе предприятия Чеченавта в городе Аргун. Они закуплены Минпромторгом России в рамках исполнения поручения президента. Что же это за машины такие? Их делают на шасси УАЗ Патриот, ГАЗ Соболь и ГАЗ Садко. Газели в стандартные модификации и раньше собирали на Чеченавта. Но пулемет на колесах получил кроме камуфляжного окраса существенные дополнения. Каждая имеет открытую платформу с турелью. На нее может устанавливаться пулемет, крупнокалиберный или обычный, автоматический гранатомет и тому подобное. Машина действительно нужна, в первую очередь для борьбы с БПЛА противника. Эксперты давно говорили об остром дефиците таких тачанок, способных не только прикрывать важнейшие прифронтовые коммуникации и объекты, но и быстро перемещаться. Название только вот смущает. Русские фронтовики шутят, мол джихадмобили пришли на помощь православным. А чеченцы им объясняют, понятие джихада гораздо шире борьбы за распространение ислама. В прямом переводе с арабского это слово означает усердие или рвение. На фронте идут 2500 пулеметов на колесах. Их конструкция разработана с учетом специфики боевых действий. Всего до конца года в зону СВО доставят 2500 автомобилей, сообщает телеграм-канал главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Украинские же военные продолжают портить репутацию натовского оружия. Об этом сообщает один из телеграм-каналов. Самый распространенный способ путем боевых потерь в столкновениях с русской армией. Но есть и другие варианты. Туда залазишь в танк на 10 минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там от жары. Пожаловался украинский солдат. Этот танкист сбежал из тренировочного лагеря в Польше и легализовался как беженец в Германии. Оказывается, в старых немецких танках «Леопард», на которых обучались военнослужащие. Вообще нет вентиляции. В Польше бойцы обучались именно на старых модификациях танка «Леопард-2А4». Эти машины производились с 1985 года по 1992. Теперь танкисты отказываются садиться в «Леопарды». В качестве помощи Украина должна была получить от западных партнеров в основном «Леопард-2А6» более продвинутую модель. Но как раз старый «Леопард» чаще всего подбивали наши бойцы. Украинский президент, видимо, решил в очередной раз блеснуть и появиться на передовой. В этот раз он побывал в прифронтовых суммах. Об этом мы рассказывали в одном из наших прошлых материалов. Там киевский лидер провел совещание с командованием Курской группировки и с военными инженерами. Вин-Вин сообщает, что Зеленский дал четкую задачу – удержать границу после отхода и не позволить вооруженным силам Российской Федерации захватить буферную зону за украинской ленточкой. Для возведения укреплений и фортификации на приграничной территории Киев выделил 650 миллионов гривен. Из сумм продолжают эвакуировать местное население. Вывезено уже около 19 тысяч человек. Однако окончательное решение выходить из-под Курска еще не было принято, подчеркивает Вин-Вин. Удержание Курской области будет зависеть от проведения саммита в Рамштейне. Решение отводить или нет, примут после него. Пока в ССУ заводили резервы из 128-й бригады из Закарпатья, усиленную численно терробороной, которую, если что, отдадут на убой, пишет все тот же канал Вин-Вин. Но на этот раз визит Зеленского не прошел без сюрпризов. Россия послала ему вслед ракеты ОТРК «Искандер». Удар пришелся по расположению элитной мехбригады «Магура», которая играет роль элиты в ССУ и охраняла Зеленского на передовой. Самого за «Искандером» не задело, но 80 бойцов было ликвидировано вместе с 12 бронемашинами и 5 пикапами. Зеленский же после ракетного удара оказался в своем киевском бункере. Бывший генсек НАТО Йенса Столтенберга вдруг заявил в последнем интервью. Президент Украины скрылся на двое суток под землей в переживаниях, что его поймают и ликвидируют. Украинские же телеграм-каналы сообщают, что авторитет главкома сильно упал в войсках после провала обороны Угледара и прорыва под Курск. Командиры ветеранских подразделений дают приказы покидать позиции и отступать из-за нехватки патронов и пополнений. На Восточном фронте командиры считают предательством Курскую операцию, которая провалилась и мы потеряли лучшие резервы и технику, пишет канал Резидент. Канал Суспильни сообщает о массовом дезертирстве из стиробороны 187-го батальона из-за деморализации солдат. А в Вознесенске Николаевской области солдаты вышли на митинг. Они жалуются на отсутствие оружия и опыта для участия в боевых действиях, куда им скоро суждено отправиться. Один из военнослужащих рассказал «Я неоднократно обращался даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМ, пулеметы. Мне ответили, что у нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?» Однако у Запада похожи другие планы. Украинский парламентарий Роман Костенко призвал уже весной 25-го года снизить призывной возраст в стране. «Мобилизация должна быть с 20 лет. Мы воспитали тех, кто не хочет идти защищать свою страну», — сообщил депутат. По его же словам, в этом вопросе их подгоняют американцы. США недомевают, почему Украина жалуется на нехватку людей, если у них еще есть огромный резерв в виде молодежи. Политолог Юрий Баранчик сообщил, что с 25-го года промышленная компания «Чехославагрупп» начнет выпуск 155-мм снарядов. Производство будет организовано на Украине для сокращения затрат на транспортировку боеприпасов. Тем временем западные СМИ сообщают, что командование НАТО создат 49 дополнительных бригад, доведя общую численность боеспособных войск до 131 подразделения, в каждом из которых будет по 5000 солдат. Это значит, что специальная военная операция закончится еще не скоро. Похоже, Запад и не думает прекращать войну. Вместо мобилизации своих граждан наше руководство решило призвать войска гастробайтеров. Военкор Сергей Колесников пишет, что в аэропорте Екатеринбурга сегодня идет массовая проверка иностранцев. Кто не встал на воинский учет, тем немедленно выдают повестки и отправляют в военкомат. Гражданство России – это не только социалка, здравоохранение, образование, работа и госбюджет. Это еще и обязанности, напомнил блогер. Тем временем премьер Таджикистана Кахир Расулзада высказался по поводу нарушения основных прав и свобод таджиков России. Чиновника беспокоили изменения в миграционном законодательстве, увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд, депортации граждан Республики Таджикистан под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности. Юрий Баранчик же напоминает, почему Россия взяла именно этот курс в миграционной политике. Неужели таджикские власти действительно не замечают, что некоторые их граждане творят беспредел на улицах российских городов и сел? Не слышали ли они о том, откуда прибыли экстремисты, совершившие атаку на Крокусити? Политолог констатирует, что старая миграционная политика была наиболее выгодна именно Таджикистану. Поэтому Душанбе должен скорректировать свое поведение и повлиять на диаспоры внутри России, а не требовать уступок от Кремля. Пока наши парни защищают родину на фронте, гражданство России получили более 500 тысяч таджиков. Интересно, сколько из них сейчас на фронте защищают свою новую родину? По-моему, ситуация здесь очевидна. Доказал делом свою готовность защищать страну, получить гражданство. Только так, заключил Юрий Баранчик. Что ж, такие сегодня новости, их большое количество, дорогие друзья. Пишите, что думаете об этом в комментариях, не стесняйтесь в своих выражениях, пишите, что думаете на самом деле. А также не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе всех последних новостей и ставить лайк этому ролику, чтобы помогать нам в его продвижении. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Будьте здоровы!